Тверские предприятия Устроено около 25 осужденных к принудительным работам. В основном, кто отбывал наказание в исправительной колонии, им суд смягчил меру наказания. Соответственно, согласно статье 80, они к нам прибывают в наш центр исправительный, мы их трудоустраиваем на предприятии. Также здесь есть осужденные, которые не отбывали наказание в исправительных колониях, которые сюда попали по назначению суда. В исправительных центрах осужденные минимально ограничены в общегражданских правах и постоянно находятся под надзором сотрудников уголовно-исполнительной системы. У руководства предприятий, принимающих на работу осужденных, уже не осталось сомнений в том, что сотрудники, ограниченные в свободе, добросовестно и качественно выполняют возложенные на них обязанности. К ним нареканий никакой не имеет. Я уже работаю почти с ними два с половиной года. Ребята все хорошо, отлично работают. Система уфицев, которая придумана, она очень помогает нам. В сборочном цехе предприятия мы встретили Ивана. Мужчине 29 лет. Отбывал наказание ВК-1. На этом предприятии меньше недели, но уже ощутил преимущество нового вида наказания. Здесь работает сборщиком, хотя специальностей у Ивана много. Часть из них получил в колонии. У меня и стропольщик, и сварщик есть. Ну, сварщик я в зоне получил уже. А стропольщик есть, потом и слесарь по ремонту подвергного состава, и автослесарь. И вышку я сейчас получил тоже, пока находился в исправительной колонии. По высшему образованию Иван специалист информационных систем и технологий. Но уверен, и обретенная здесь профессия пригодится на свободе. Работодатели у нас в основном все довольны, потому что это очень исполнительные люди. Они понимают, что, не дай бог, что-то происходит, они что-то нарушают. У них есть шанс вернуться обратно в исправительную колонию. То есть, кто там был, особенно, они это очень не хотят и держатся. Но работодатели их также примеруют. Заработная плата у них вполне на уровне для Твери и Тверской области. Сами осужденные готовы работать. Часто выходят в добровольном порядке в выходные дни, когда есть какие-то заказы. То есть, ну, инициатива есть, люди работают, исправляются. Мы периодически приезжаем, их проверяем, контролируем. Постоянно поддерживаем связь с работодателем, созваниваемся. Какие-то, если вопросы возникают, проводим собрание, решаем. То есть, у нас все в этом плане хорошо. Среди тех, кто прошел этот вид наказания, есть и такие, кто остался на предприятии. Освободился пару месяцев назад. Вот остался работать. Вам здесь понравилось? Почему решили выбрать именно это предприятие? Хорошая заработная плата. Перспектива здесь. Все, кто находится в исправительном центре при ИК-1, а это 50 осужденных, трудоустроены в различных организациях и на предприятиях Твери. Новые для себя профессии обучаются за счет работодателя. Часть осужденных проживает на территории центра. У других есть право жить на квартирах в Твери. Исправительные центры доказали свою состоятельность. И сейчас руководство ФСИН совместно с правительством Тверской области прорабатывает вопросы по созданию подобных центров в других районах региона. Периодически проводим встречи, приглашаем, развиваемся. Также внутри предприятий, которые у нас уже с нами заключили договора, контракты, открывается новая производство, цехи. Ну, соответственно, они хотят сами. В том числе хочу подчеркнуть, что осужденные по назначению суда, все, кто находится на предприятиях работах, они зарплаты выплачивают 15% дохода государства. То есть, соответственно, от 5 до 15. В основном это 15, в большинстве случаев есть также 10%. То есть, также вот у нас бюджет государственный пополняется. Создание таких центров позволит безболезненно заменить на рынке труда области трудовых мигрантов. Преимущества для бизнеса тоже налицо. Постоянная численность работников и их высокая мотивация на качественный труд. Сферу применения принудительных работ планируется расширить на различные отрасли регионального хозяйства.